Особое мнение на 101FM Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А в гостях у нас управляющий партнер международной юридической компании «Кассины партнеры» Олег Кассин. Олег, добрый день! Добрый день! Ну, я думаю, наши слушатели уже помнят о том, что живете вы сейчас на два города. Все верно. Санкт-Петербург и Киров. И вот сейчас за эфиром вы сказали довольно любопытную фразу о том, что вы выпали в Киров из автобуса. Что это значит? Объясните, пожалуйста. Это какие-то эмоции, я так понимаю. Да, весьма неожиданно было, выходя из самолета, пройдя обычным путем по взлетно-посадочной полосе и минуя аэровокзал, выйти на ремонтируемую площадь как раз перед аэровокзалом. Она полностью закатана в новый асфальт, но вся перекрыта. И учитывая то, что уже темнеет рано, освещенности вообще нет никакой. По обоим сторонам дороги бедные автомобилисты с трудом, находя места для парковки, сигналят друг другу, ну и подсвечивают фарами пешеходам путь. То есть я был удивлен таким значимым, зримым изменением в городе Кирове и конкретно на аэровокзале. Ну это хорошо ведь. Это замечательно, это хорошо, но пока небольшой бедлам, и пока, конечно, это не очень удобно. В первую очередь, я думаю, что для автомобилистов, потому что парковка и так была небольшая, а уж сейчас она сильно сократилась. Но обещают, что станет в два раза больше. Это замечательно. Я, правда, там не была, поэтому не знаю, вот была ли там возможность организации какого-то движения. Вот вы рассказываете, что сейчас там бедлам. То есть это не организованность или это не реально? Это, я надеюсь, временные, краткосрочные меры. Потому что в любом случае, когда идет ремонт, конечно же, мы все сталкиваемся с неудобствами, и можно только рассчитывать, что это все быстро пройдет. Ну, что касается здания аэровокзала и конкретно вот этой площадки парковочной, то я тут уверен, это быстро примет цивилизованный, удобный, регулярный характер. Ну, потому что и чиновники летают, и это вообще-то лицо города. И я также прошелся по городу, увидел массу раскопанных пешеходных тротуаров, зашел, конечно же, в мой любимый Александровский сад, увидел ротонду полуразобранную и вот эту входную группу замечательную. Ну, это вообще-то памятники архитектуры. Но что меня насторожило, я не знаю, может быть, конечно, я ошибаюсь, но работа там не особо сильно кипит. Людей, которые бы активно работали, а я шел днем и наблюдал, и вот сейчас я шел пешком, на фасадах людей нет. Стуков, отбойных молотков нет. Значит, подающих команды друг другу и бригадир своей бригаде, вот такой гвалт отсутствует. Это настораживает. Это вы про Александровский или вообще про раскопки? Это я вообще про весь город Киров и его центральную часть. Работы ведутся, на мой взгляд, я могу ошибаться, но вот на мой взгляд они ведутся недостаточно активно. Нужно ловить каждый час. Сейчас пока погода хорошая, а через день, через два пойдут дожди, и все фасадные работы придется свернуть. То же самое касается и тротуаров. Тоже будет достаточно сложно их ремонтировать. Ну, прям разительные отличия. Вот я не был месяц, по-моему, да, в городе. Разительные отличия. Ремонтные работы кипят, идут везде. Ну, не слишком сильно интенсивно они кипят, что настораживает. Вот вопрос, по-моему, по поводу низкой интенсивности кипения поднимал даже глава администрации, как раз говорил, что задавал-то плюс вопрос, почему вы берете такой длинный срок для раскопок и так медленно это делаете, ведь можно работать, например, круглосуточно и сократить срок раскопки. А по поводу ротонды, я вот не знаю, там тоже была новость о том, что что-то пошло не так, и пришлось делать новые сметы и увеличивать время для ремонта, потому что какие-то новые вскрылись обстоятельства. Вскрытие показало, что пациент сильно больнее, чем мы думали. Да, поэтому, может быть, из-за этого. Что касается Т-плюса, ведь не только они раскапывают, и фасады, например, ремонтируют не Т-плюс, это, скорее всего, подрядчики. И вот с подрядчиками, как нам вчера стало известно, на расширенном заседании правления РСПП большая беда. Нет кадров. Представляете, нет кадров сварщиков, штукатуров, маляров, плотников. Большой кадровый дефицит. На это жалуются буквально все. Начиная от чиновников образования, ректора вузов. Вот на заседании вчера присутствовал и Пугач, и Симбирских. Это у нас агро-вуз. Все говорят в один голос. Нет кадров. И если они появляются, если мы их готовим, то большие города, более крупные регионы, их высасывают как пылесоса. То же касается и хороших учеников, сразу же после школы, самым хорошим там благопожеланием становится то, что я вам всем желаю, как рассказал один из участников нашего вчерашнего заседания, сказал, самое благостное пожелание от директора элитной школы звучит так. Я вам всем-всем желаю поступить в самые лучшие московские вузы. Кто останется в регионе? Правильно. Со временем наш регион просто опустеет. И это большая боль, и на это жалуются и промышленники, и те предприятия, которые бы сейчас хотели привлечь не только даже рабочие кадры, что само собой разумеется, и об этом идет давно уже речь, но и даже кадры ИТР, и тех же хороших специалистов, в том числе юриспруденции. Все хотят лучших. А обсуждалась ли на этом заседании обратная сторона? Какие меры можно принять, чтобы люди оставались? Ну вот есть что-то, ведь мы видим, да, там какие-то стипендии дополнительные лучшим ученикам, сдавшим лига, еще что-то. И плюс еще и учителей поощряют за то, что у них там стабальники и так далее. Да, но видимо и этого недостаточно. То есть вот эта тема, она обсуждается как-то. Что еще можно сделать, или нужно ли что-то еще? Да, я сейчас вам раскрою такую инсайдерскую информацию. Вчера в кулуарах тоже это прозвучало. Готовится госсовет по вопросам образования. И одно из предложений, скорее всего, прозвучит следующим образом. Насколько эффективно и прислушивается к нему или нет запретить поступать сразу в несколько вузов. Подаем документы. Знаете, как сейчас это происходит? Да, раскидываются документы по пяти вузам. И где проходит человек, там в зависимости от его пожеланий, ну, соответственно, там и остается. Ну вот я пытаюсь вспомнить опыт нашего времени. Да, мне кажется, он у нас с вами примерно одинаковым должен быть. Ну, возможности поступать во много вузов действительно не было. Не было. Была возможность попробовать в два вуза поступить. Там, допустим, быстренько съездить куда-то. И то я не знаю, насколько это было реально. Возможно, если выбрать какой-то московский вуз, то он мог бы быть только один. В тот момент, когда я поступал в вуз, такой возможности не было вовсе. Была возможность в один вуз поступать. Берешь оригиналы документов, их несешь в один вуз, проходишь, соответственно, вступительные испытания, и уже затем поступаешь. Такой возможности в несколько вузов не было. Плохо это или хорошо? Для абитуриента, конечно, хорошо. Он может, не вставая с дивана, раскидать по пяти вузам, куда ему больше нравится, и попасть, например, на бесплатное отделение на какое-то, где ему больше нравится. Может быть, город, скажем так, побольше. Может быть, профессии интересные. Ведь на некоторые профессии в настоящее время в Кировской области просто не учат. Мне просто не совсем понятно, как вот это вот может решить проблему конкретно Кировской области. Ну, допустим, есть хороший ученик, который лишился возможности подать в разные вузы, и у него осталась возможность подать в один вуз. Ну, как бы, как это связано с тем, что он именно в Кировский вуз будет документы подавать? Механизм предполагает следующие действия. Вот есть прям элита-элита, стабальники, которые прям участвуют во всероссийских олимпиадах. За них, ну, вряд ли удастся побороться. В любом случае, они, скорее всего, поступят в столичные вузы, да? А вот те середняки будут вынуждены рассчитывать свои силы и действовать наверняка. То есть подавая в тот вуз, а, как правило, это в наш вуз. Играем на самооценке, получается. Да, по большому счету, выбор без выбора. Хочешь получать высшее образование, рассчитывай свои силы трезво и поступай в родной вуз. Вот на что идет расчет. То есть в любом случае выпускник школы, скажем, не гений, середнячок, он будет выбирать, скорее всего, надежный вариант. То есть местный вуз. Вот на это расчет. Интересно. Подождем. Подождем. Перескочу резко на другую тему. Очень сейчас прям вот обсуждается в повестке и вчера, и сегодня тема – история про хищение грантовых денег. Конкурс «Агро-стартап». Я не знаю, видели вы эту новость или нет. Нет, я не видел. Придется коротко рассказать, да. Один из руководителей кооператива в Верхошижемском районе ввел в заблуждение, как говорится, в статье, как говорится, в релизе следкома, ввел в заблуждение одного из индивидуальных предпринимателей. Тот получил грант. Не знаю, как можно так вести, но это не мое дело. Получил грант, и на эти грантовые деньги купил у этого председателя кооператива некое здание, и все 3 миллиона перечислил. При этом никакого желания там открывать свое КФХ у этого предпринимателя не было. Вот. Ну, как бы речь не конкретно об этом случае, да, в первую очередь, а вообще мне интересно, может быть, вот вы с юридической какой-то практикой сталкивались. Как такие истории всплывают? Прошло 3 года, в 2020 году это было, вот вдруг она появилась. Я думаю, это не единичная история, и в преступлениях такого рода латентность достаточно высока. То есть скрытость и нераскрываемость. А здесь, видимо, путем каких-то выборочных, контрольных, возможно, кто-то подсказал. Например, конкуренты. Чаще всего с подсказки. Конечно. Ну, либо каким-то случайным образом. Но это вряд ли. А, скорее всего, указали на данное нарушение. Кто бы то ни было. Либо активные граждане, либо активные проактивные конкуренты. Но кто-то точно дал, скажем так, наводку. При этом вам кажется, что этот случай вовсе не единичный. Я в этом уверен. Это ведь не первый скандал в Кировской области. Пусть не с грантовыми деньгами, но с деньгами бюджетными и государственными. Которые распределяются именно по конкурсу. Суть их и характер одинаковы. Поэтому и где есть вообще, в принципе, усмотрение чиновника, там есть потенциальный риск коррупциогенных действий. И вот эти коррупциогенные факторы, потенциальные, могут сработать, могут не сработать. Это весьма зависит от конкретного чиновника. О том, насколько он заинтересован материально. И от того, насколько он боится наказаний. И, конечно же, от системы прозрачного отчета по этим деньгам. Если отчет прозрачный, скорее всего, риск для чиновника кратно растет. И он не будет, что называется, рисковать своим благосостоянием и своей свободой в конечном итоге. Потому что сроки, как правило, бывают реальны. Вот теперь будет проверка всех грантов за пять лет и субсидий за три года. И, возможно, мы еще что-то интересное увидим. Но вот по поводу того, единичные или не единичные случаи, и к чему это может привести. Вообще, вот это вот все может привести, например, к тому, что будет как-то ограничена выдача этих грантов. Или, чтобы получить их, нужно будет пролезть еще в более узкое игольное ушко. Или вот такие где-то возникающие ситуации в каком-то небольшом верхошижинге, ну, не играют здесь роли, а играет роль здесь экономической ситуации в стране. Да, вы, скорее всего, верно рассуждаете. Вряд ли прекратят выдавать гранты. Просто эти деньги запланированы в бюджете. И из-за частного случая, который скорее характеризует хорошую работу следственных органов и прозрачную систему отчетов, скорее-то плюс. То есть ни одна копейка государственных денег не уйдет мимо. А вот что касается сокращаться будут или не сокращаться, тут, я думаю, скорее всего, учитывая сложности в бюджете, они, конечно, будут сокращаться. В планах есть, но существует и дефицит бюджета, который вот фактически указывает на то, что по всем статьям, кроме жизненно необходимых и важных, да, а это будет определять государство, скорее всего, будет сокращение. Поэтому и совсем их не отменят, ни гранты, ни финансовую поддержку бизнесу, а вот сократят, это, я думаю, уже вопросы решенные. Есть еще интересная такая вещь сейчас, как социальный контракт, который могут получить самозанятые какие-то мелкие. Слышали, наверное, да? Ну вот эти все меры, они ведь направлены на то, чтобы бороться с безработицей. А вопрос состоит сейчас в обратном. У нас нехватка, критическая нехватка кадров. Об этом говорится прям каждый день. Ну резко произошедшее. Ну в силу объективных обстоятельств. И вот сегодня даже проходит форум, организованный там рядом предпринимателей, называется он «Линия продаж», я сейчас с него к вам пришел. Тоже говорят только практически о кадрах. Как удержать, как развивать и как вообще с этой ситуацией работать. И поэтому социальный контракт, направленный на снижение безработицы, ну актуальность его снижается. Она практически отсутствует. Нам бы работников побольше, а не из работников их сделать впосредственных бизнесменов, которые полетят, не полетят и опять же деньги на ветер. Резко поменялась необходимость. Не запланированная, я бы сказал, да. При том, что в этом году эти соцконтракты еще давали. То есть, видимо, еще в начале года было не очень понятно. То, что запланировано в бюджете, это надо реализовывать. Вот то, что уже в следующем году или через год, вряд ли это кто-то будет планировать, учитывая вот эту ситуацию, такую прям тяжелую и сложную ситуацию на кадровом рынке, на рынке рабочей силы. Вряд ли кто-то будет об этом заботиться. Еще одна тема. Не так давно были повышенные зарплаты муниципальных, я вот хочу уточнить, не областных, муниципальных чиновников и служащих. И не так давно председатель ассоциации Совет муниципальных образований Кировской области Татьяна Телицына, она еще и глава Белохлуницкого района, написала пост у себя в соцсетях и объяснила, я так понимаю, почему это произошло. Рассказала, что оклады у муниципальных служащих сейчас самые маленькие среди бюджетников, я цитирую, и у педагогов, и у медиков, работников спорта, культуры, оклады регулярно повышают, при этом у муниципальных служащих нет. Но вот стоит заметить, что не так давно я писала новость о том, что губернатор сказал, что сейчас вот в такое тяжелое время не будем повышать зарплаты областных чиновников. И вот у меня вместе к этому всему вопрос к вам. Вообще, насколько обоснованно или не обоснованно повышать зарплаты чиновников, ну вот в данном случае муниципальных служащих, и опять же, да, вернемся к коррупции, чем меньше они получают, тем больше они хотят что-нибудь взять. Но вот опять правильно ли так ставить, да, вопрос? Я думаю, что если мы не поймали конкретного чиновника за руку, наверное, так рассуждать не совсем корректно. Ведь множество людей, которые работают на муниципальной службе, пусть мы их называем бюрократами, но это тоже люди. Но они тоже люди. И, соответственно, они тоже так же, как мы с вами ходим в магазины, а мы все видим, как немножко сильно быстро растут цены, им тоже хочется кушать. Соответственно, опять же, будет дисбаланс огромный. Все из муниципалов пойдут в региональные чиновники. Но это же постоянно так бывает. Люди ведь ищут, где больше зарплата за примерно одну и ту же работу. Где социальное благо, как бы соцпакет пресловутый, где выше зарплата, где выше надбавки. Все свои деньги очень хорошо умеют считать. И поэтому, чтобы не допустить вот этого дисбаланса, а ведь в муниципалитете тоже надо работать. Мы в первую очередь говорим о врачах, медсестрах, учителях, воспитателях детских садов. Вот мы о ком в первую очередь. Им-то зарплаты повышают, не повышают чиновникам. Ну, значит, следующим шагом, я вас смею заверить, будет повышение зарплат чиновников. Муниципальным служащим повысили ненамного. При этом, опять же, вот здесь поясняет Телицына, и говорит, что повысили оклады, насколько я поняла, но при этом что-то сделали с надбавками. А урезали, как обычно, надбавки. И поэтому сумма общая в целом опять не поднимется. Я думаю, что это несколько неправильное рассуждение. Если мы поднимаем зарплату, ее надо поднимать, а не делать вид, что мы подняли оклады, и потом урезать за счет каких-то надбавок, чтобы не увеличились траты бюджета. Опять же, потому что существует инфляция, потому что все дорожает. И людям для того, чтобы они выполняли качественно и самоотверженно свою работу, нужно платить деньги. А учитывая, что этих людей все меньше и меньше трудоспособного возраста, это становится большим дефицитом. Тогда я вернусь к этой истории о том, что губернатор сказал, что областным-то чиновникам зарплаты точно повышать не будем в связи с политической ситуацией. А он не сказал, в какой исторической перспективе это заявление его будет действовать? Вот, по-моему, нет. Я не помню этого. В новости этого не было. Я предлагаю запомнить этот момент и через 2-3 месяца проверить, выросли ли зарплаты или они не выросли. Мне кажется, они тоже вырастут. Просто тихонечко? Просто тихонечко. Не афишируя, но тем не менее, они вырастут. Ну, тут мне нечего сказать, поэтому давайте перейдем к другой теме. Я прям так резко буду перескакивать, потому что вот я посмотрела, нашла самые интересные новости, на мой взгляд, в повестке. И с вами о них как раз хочу поговорить. Еще одна новость о том, что за 2 года число открытых кировчанами иностранных счетов выросло 8 раз. Ну, у меня есть предположения, да, но я хочу спросить вас, с чем такая статистика связана, насколько это хорошо или плохо. Ну и дальше поговорим еще о каких-то юридических аспектах. Я полагаю, это все-таки ажиотажный спрос, не вызванный необходимостью и вот прям жесткой необходимостью открывать иностранные счета. Просто люди на всякий случай, видя, как развивается ситуация в экономике, решили, ну, немножечко поступить и запастись, как бы это ни странно звучало, впрок иностранными счетами. При этом не подумав, что за эти иностранные счета придется и отчитываться, и постоянно отчитываться и об открытии, и о функционировании. А в ряде случаев эти счета открываются не просто так, а совместно с открытием юридических лиц. Ну, либо без таковых. Но здесь речь о физлицах. И у меня есть еще такая, не знаю, версия, или как это назвать. Сейчас банки, ну, по крайней мере, один банк в Кирове точно, может быть, их и больше, предлагают абсолютно спокойно открыть карту любого банка, ну, не любого, а конкретных банков за границей. Для того, чтобы по этой карте, во-первых, совершать покупки на каких-то иностранных сайтах, которые нам сейчас закрыты. Во-вторых, эта карта может быть удобной для перевода каких-то денег, например, родственникам за границу, или даже для поездки за границу. Вот, все-таки мое мнение, что это спрос ажиотажный. Потому что Кировская область не тот регион, который сильно связан, скажем так, с дальним, либо ближним зарубежьем. Большие города, да, там есть мигранты, они вынуждены как-то с этим жить, работать и отправлять денежные средства за рубеж. Ну, это объективно. Но в Кировской области, скорее всего, это какой-то волнообразный всплеск. Люди открыли на всякий случай счета, и мы, к сожалению, не сможем никогда понять, зачем они их открыли вообще. То есть не можем сказать, что вот эти счета открыли только для того, чтобы удовлетворять какие-то свои бытовые нужды. Потому что когда ты открываешь юридическое лицо за рубежом, то сначала ты открываешь счет на физлицо. Вернемся после рекламы к этой теме. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня введу ее я, Мария Кожевникова. В гостях у нас управляющий партнер международной юридической компании «Кастин» и партнеры Олег Кассин. Олег, ну, начали говорить о том, что кировчане открывают счета за рубежом. Зачем они это делают? Мы можем только предполагать. Но, насколько я понимаю и насколько я сейчас правильно вас услышала, нельзя открыть просто счет за границей. Затем нужно по нему отчитываться в налоговые органы. Да, отчитаться обязательно об открытии и далее отчитываться о, ну, скажем так, функционировании этого счета. Кроме того, если по нему проходят какие-то денежные средства или он принадлежит какой-то предпринимательской структуре, будь то юридическое лицо, будь то организация там без статуса юридического лица, то нужно уплачивать и налоги. И за все за это предусмотрены, конечно же, административные штрафы. Они не очень до сегодняшнего дня применялись активно, да, но вот мне кажется, учитывая такой волнообразный спрос на открытие расчетных счетов, не только расчетных, соответственно, меры к нарушителям будут предприниматься. Поэтому мы с вами можем всех только предупредить, будьте внимательны и осторожны при открытии расчетного счета. На территории иностранного государства. Особенно, если это делается для того, чтобы покупать красивые вещички в иностранных магазинах, потому что обычно вот в таких случаях ведь человек даже не задумывается какой-то ответственности. Да, а впоследствии это может быть признано предпринимательской деятельностью и все, что хотите. И штрафы там достаточно большие. Поэтому нужно к этому внимательно относиться. И я думаю, не просто так, вот сейчас так много проходят в всяких разных семинарах, на разных площадках, в том числе и с молодыми предпринимателями. Но я вам хочу сказать, что не только молодые предприниматели допускают роковые ошибки в своей деятельности, но, казалось бы, опытные, матерые бизнесмены. Вы сейчас о чем-то конкретном? Нет, я сейчас не о чем-то конкретном. Я вообще, учитывая очень активную деловую жизнь в Кирове вот на этой неделе. Просто сегодня прям проходят одновременно три мероприятия, и как на них на все попасть, ну, достаточно, наверное, сложно. Но раз такие мероприятия проходят, значит, это кому-то нужно. И связано это с большой, с очень активной работой по законодательству, нашими замечательными законодателями. Будь то закон о рекламе, о маркировке рекламы, который год назад уже принят. И, как обычно, мы с вами момент, когда начали штрафовать, да, уже есть прецеденты, когда людей штрафуют, и достаточно большие, крупные штрафы. Там и 250 тысяч штрафов. Да, за рекламу в Телеграме некого гражданина пытаются привлечь к ответственности на, если мне память не изменяет, за миллион шестьсот. Реклама в Телеграме. Это случаи пока столичные, или уже до регионов добралось? Я вот, кстати, еще не отслеживаю. А, это региональные, это региональные. То есть тут же действуют два ведомства. Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба. В подвет последний входит определить, реклама это или не реклама, а это зачастую очень тонкая и размытая грань, а Роскомнадзор, фиксация этих нарушений, контроль, выдача токенов соответствующих, ну и прием отчетности по этой рекламе. Поэтому жизнь предпринимателей усложняется в разы. А учитывая прозрачность вообще движения денежных средств, и вот всем, еще раз повторяю, но я думаю, что все и так знают, утаить от налоговой службы ничего не удастся. Отсрочить, может быть, наказание вам удастся, но тем не менее, вот уйти от ответственности все сложнее и сложнее. Это практически невозможно. Хотя нужно иметь в виду, конечно же, что у нас все-таки для субъектов малого и среднего бизнеса есть небольшие, скажем так, послабления. Всегда можно в суде ходатайствовать о замене вот этого наказания в виде больших штрафов к предупреждениям. Ну, если, конечно, это не какие-то критические нарушения, повлекшие тяжелые последствия или большой ущерб для бюджета. И совершенное, конечно же, впервые. И, возможно, без умысла. В том-то и дело, что впервые. Да. Но если вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, ну, как бы, тогда вам, наверное, стоит задуматься. На эту тему я и говорить не собиралась, но вообще тема-то ведь действительно больная. И ведь эти ошибки-то их можно допустить, ну, вот в данный-то момент может быть еще как-то случайно, по незнанию или еще как-то. Но штрафы, которые там с суммами измеряются от 250 тысяч, ведь это, по сути, закрытие сразу небольшого СМИ. Да, это дефолт организации. СМИ не СМИ, без разницы. Но вот организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель просто закрывается. Это да, это штрафы большие, поэтому нужно быть внимательными. Но, надо сказать, что достаточно много материалов, что на сайте Роскомнадзора, что на сайте Федеральной Антимонопольной службы, которые в простой доходчивой форме поясняют, что является рекламой, как надо отчитываться по рекламе, если у вас есть пара часов свободного времени, а я думаю, вы найдете, зная теперь, какие штрафы, вам придется это все самостоятельно изучить. Ну, либо, если у вас большая организация, соответственно, поручить это делать специалистам. Ну да, понятно, что мы СМИ, нам проще, а вот действительно люди, которые там в одиночку работают, очень многие развивают свои паблики. Две минутки осталось, вот еще одна тема, я просто читаю, чуть не каждый день эти новости появляются, то наградили заслуженных работников культуры, если я правильно сейчас называю, новая там появилась награда, сегодня, читаю новость, предложили в сфере транспорта и дорожного хозяйства такую учредить премию, и в сентябре будут обсуждать звание заслуженный предприниматель Кировской области. Что это за такая волна? Это зачем, Олег, вы бы сами вот такое звание хотели получить? Я отвечу словами известного вам деятеля Николая Михайловича Липатникова, ныне он покойного, мы с ним на эту тему как-то говорили, и он однозначно выразил свое мнение, он все-таки человек авторитетный. был. Он сказал, слушайте, давайте будем поощрять педагогов, учителей и врачей, а мы уж бизнесмены, как-нибудь обойдемся. Вот, думаю, что и это мое мнение тоже. А тогда, почему, на ваш взгляд, вот эта вот волна сейчас так активно пошла, это как будто возврат в советское прошлое, что ли, я не понимаю. Возможно, это сделано для того, чтобы наполнить нашу жизнь более светлыми, приятными событиями. И вот на этой светлой, приятной ноте мы завершим программу. Олег, спасибо вам большое. Вам спасибо. Доброго дня, доброго дня всем слушателям. Особое мнение на 101FM